СПАРТАК-НАЛЬЧИК Разница мячей 38-36 в пользу Рубина. В первом круге в Казани 10 апреля команды закончили матч нулевой ничьей. В рамках премьер-лиги в Нальчике Рубин пока ни разу не выигрывал. Команды провели в столице Кабардино-Балкарии 5 матчей. Два из них закончились в ничью, три победы Спартака. Свой последний матч соперник Казанцев проводил в гостях с петербургским «Зенитом» и уступил с минимальным счетом 0-1. Единственный гол забил бывший полузащитник красно-белых Виктор Файзулин. Стоит отметить, что этот матч стал прощальным для 47-летнего судьи Юрия Баскакова, который проводил свой 225-й матч в премьер-лиге. Отныне Баскаков займет административную должность в Российском футбольном союзе. Что же касается Нальчинского Спартака, то для команды из Кабардино-Балкарии сезон не задался с самого начала. После победы в первом туре над самарскими крыльями Советов, Нальчани не могли завоевать заветные три очка ни в одном из матчей первого круга, уйдя на перерыв на 15-м месте в таблице и опережая лишь крылья Советов. Словно по иронии судьбы, вновь победить красно-белые смогли все те же крылья Советов. Правда уже в Самаре в первом матче второго круга. Сейчас Спартак-Нальчик занимает всю ту же 15-ю строчку в таблице, имея в своем активе всего лишь 13 набранных очков. Рубин же в свою очередь подходит к игре после тяжелейшего матча в среду в Лиге чемпионов с киевским «Динамо». Сложно оценивать готовность наших футболистов к предстоящему матчу после победы над киевлянами. Наряду с этим не стоит забывать, что Рубин в паре с Нальчанами явный фаворит, потому спрогнозировать стартовый состав казанцев непросто. Сейчас Рубин делит четвертое-пятое место с Махачкалинским «Анжи», набрав после 18 туров 30 очков и отставает лидирующего ЦСКА на 11. Обслуживать матч будет бригада судей во главе с Альмиром Каюмовым из Москвы, помощники Виктор Кулагин Москва и Алексей Ширяев Ставрополь. Начало матча в 17.45 по московскому времени.